И давайте посмотрим, что являются источниками дохода. Это криптовалютные и фиатные комиссии. То есть, получается, когда будет происходить внутри приложения обмен криптовалюты на фиатные деньги и наоборот фиатных денег на криптовалюту, будут сниматься определенные комиссии. То есть, это один источник дохода. Дальше. Monthly subscription fees. То есть, будут какие-то ежемесячные платежи за использование карты. То есть, как мы с вами говорим, то есть, видимо, карты, например, премиальные, с более расширенными возможностями, соответственно, там будет какая-то ежемесячная подписка. И, получается, это тоже будет источник дохода для, собственно, внутри самого приложения. Окей. Дальше. Online and post-transactions fees. Online. Online. Это, насколько я понимаю, когда с помощью карт будут делаться какие-то платежи, то есть, как вот, например, в интернет-магазине мы что-то заказываем и так далее. POS. Ребят, кто, подскажите, кому знакома эта аббревиатура? Post-transaction. Ну, transaction fees – это именно комиссия, комиссия с платежей. Вот. Возможно, речь идет про именно комиссии, которые снимаются при выводе наличности. То есть, например, когда мы идем в банкомат и снимаем в банкомате деньги, тоже снимается комиссия. Возможно, это имеется в виду. Дальше. Card purchase fees. То есть, комиссия, соответственно, за приобретение карт. All subscription card fees. And many more. То есть, это именно комиссия за покупку карт. За all subscription card fees. Ну, короче, абонентская плата за использование карт. Все вот эти платежи, все идет сюда в общий котел. Ну, в принципе, как я и предполагал, да, так же, как мы в приложении Lot Today рассуждали, что вот запускается приложение, и люди приобретают билеты, и с этих билетов определенный процент выделяется, распределяется как раз среди владельцев, которые купили себе гейминг-хабы, да. Так, а вот давайте посмотрим мелким шрифтом, что тут написано. Всегда интересно читать, что же там пишут мелким шрифтом. Вот. А здесь написаны хорошие вещи. With payment hub NFT, you are a co-owner of IP rights on the Flip.me software. Так вот, приобретая payment hub NFT, то есть платежный hub вот этот, вы становитесь совладельцем прав на данное программное обеспечение, то есть на это приложение. For income stream stated above 10%, plus 10% of the revenue will be shared with the payment hub NFT holders proportionally to their total revenue share points allocation and stage they purchase their NFT in. короче, для перечисленных наверху именно источников дохода, 10% это пул 1 и 10% из пула 2, короче, будут распределяться среди держателей, держателей хабов, соответственно, их, ну, приобретенных баллов и того, на каком этапе они брали эти пакеты. Вот. Поясняю, смотрите, то есть если сравнивать с теми же, с теми же lottoday, да, с gaming hub, да, предпродажа была разбита, как мы знаем, на 6 этапов в случае lottoday, да. То есть здесь, получается, они объявляют, что мы объявляем распродажу на 50 миллионов долларов pre-sale и 50 миллионов долларов остаются пока в резерве. То есть в будущем, возможно, там что-то поменяется, да, то есть это зарезервировано. Окей. Соответственно, получается, выделено 50 миллионов и первый этап, на первый этап выделяется 15 миллионов долларов, 15 миллионов USDT. Первый этап самый выгодный, да, вот кто узнал поздно про lottoday и уже брал, например, на более поздних стадиях, значит, ну, допустим, кто-то успел на первой, на второй стадии, где именно вот этих прав, баллов на 100% больше. То есть кто не успел взять lottoday на первой стадии, вот у вас отличный шанс взять себе платежный хаб на первой стадии, потому что на этой стадии вы получаете на 100% больше прав. Фактически вы как бы будете получать выплаты в два раза быстрее. То есть у вас увеличивается скорость выплат, да, и на эту стадию выделено 15 миллионов долларов. Дальше. Когда эта стадия закончится, начинается вторая стадия, на нее выделено 10 миллионов долларов, и доходность, скорость будет на 80% выше, да, уже не на 100, а на 80. Потом идет третья стадия, 7,5 миллионов. Скорость выплат будет уже на 70% выше. Закончится третья стадия, начинается четвертая, там на 50% выше. Дальше. Закончится четвертая, начинается пятая на 30% выше, 5 миллионов, и, соответственно, после того, как закончится пятая, начинается шестая, там на 10% выше. Обратите внимание на следующий момент. Здесь два сектора, да, revenue share 1, revenue share 2. Еще раз давайте посмотрим, что это такое. Идем вот сюда, и видим, и видим, что вот здесь вот есть два таких сектора. Сектор 10% один сектор, и 10% второй сектор. Но смотрите, фишка какая. Получается, что те люди, те люди, которые успеют поучаствовать в трех этапах, видите, да, они будут получать фактически, видите, галочки стоят, и, короче, на первом этапе две галочки стоят. То есть, по сути, те, кто, например, взял, взял себе платежный хаб на первом этапе, он получает из обоих секторов, да. То есть, фактически, ну, простыми словами, можно сказать, что кто в первом секторе участвует, он получает 20%. Дальше. Кто во втором секторе, тоже 20% распределяется. Кто в третьем секторе стадии, да, этапе, да, тоже 20%. А вот начиная с четвертого, видите, только уже из одного сектора они получают, из второго сектора не получают. То есть, получается, что уже для тех, кто приобретает на четвертом, пятом и шестом этапе, распределяться будут не 20%, а только 10%. Поняли, да, идею? Вот. То есть, это как раз говорит о чем, что первые три этапа, они самые выгодные. Самые выгодные. И надо это иметь в виду. И, соответственно, если кто-то не успел именно приобрести, например, гейминг-хабы на ранних этапах, вот у вас сейчас шикарная возможность взять пейминг-хабы на ранних этапах. Окей. Давайте посмотрим теперь сами хабы, что они тут из себя представляют. Ну, сделали красивое оформление в виде домиков таких, или, как сказать, зданий. Симпатично, ничего не скажешь. Так, значит, смотрим. Первый хаб, первый хаб за 100 USDT написано Modern Apartment, то есть современный, современная квартира. Дальше. За 300 USDT тропический пляжный дом, ну, типа на берегу моря. Такой симпатяшный, да, с пальмочками тут, с лестничками, с машинками. Можно даже, кстати, еще поближе разглядеть. Вот так вот. Так симпатично сделали. Так, за 500 долларов это пентхаус, ну, то есть пентхаус с видом на небоскребы, Skyline. Дальше. Пакет за 1500 роскошная вилла. Такая тоже симпатичная, мультяшная. Так, ну, это, конечно, за 5000. Королевский, королевский ассамбняк, не больше, не меньше. Причем, обратите внимание, бассейнов-то сколько. И тут бассейн, и тут бассейн. Это, наверное, тоже бассейн или крыши, не знаю. Вот, дальше. А тут целый, целый отель, короче, Plaza, отель Plaza. Ну, это, наверное, даже целый курорт, на целый курорт тянет. Так, и, да, и за 30 тысяч это, как это сказать, Crystal Skyscraper, ну, короче, небоскреб, целый, целый небоскреб. Такой, сияющий, да, назовем, как Crystal, это как кристалл в переводе, да, такой сияющий небоскреб, такой мощный. Так, ну, и, в общем-то, мы уже примерно представляем по доходности, то есть, как уже обговаривали, что каждый хаб будет давать, там, первый хаб 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, и, как уже заведено, будут еще особо суперредкие, суперредкие платежные хабы, это с ограниченным количеством, так, господа, пожалуйста, выключайте микрофоны, значит, это будет, как это сказать, замок мечты, Dream Castle, в переводе с английского, замок мечты, вот так вот, помечтать, сказочный такой замок, и, соответственно, это у нас что? А, это Paradise Island, короче, райский, райский остров, он весь, весь утыканный бассейнами, и самолет наверху, я что-то, я что-то сильно сомневаюсь, что он на такую площадку приземлится, вертолет, я еще могу представить, но самолет, на такую площадку, вряд ли сядет, ну ладно, это уже, как говорится, на совести художника, окей, ну, в общем, ребята, вот такие вот хабы, так, ну, и, собственно, здесь обозначена уже дата, дата начала продажи, это будет 25 сентября, в 13.00 UTC, это, получается, европейское время, или 16 часов по Москве, так, и что мы еще тут видим, а, ну, здесь социальные сети, так, да, и я хотел, это мы с вами посмотрели, по сути, слайды презентации, давайте теперь смотреть, еще сам сайт, обзор сайта смотрим, так, а, кстати, ну-ка, ради эксперимента получится у меня включить перевод, ну-ка, нажимаем, опаньки, работает, ребята, перевод, замечательно, так что, кто не знает английского, спокойно, в вашем браузере включайте переводчик, и все будет переведено, видите, так, предпродажа первого глобального платежного решения, здесь идет обратный отсчет, то есть, 6 дней осталось, 16 часов до, как бы, предпродажи, здесь можно при желании ввести адрес электронной почты, и вам на почту будут приходить всякие напоминалки, ну, о том, когда проект стартует, так, предпродажа, станьте одним из первых владельцев Payment Hub NFT на планете, так, 50 миллионов наличия распределения, то есть, имеется в виду, что выделено на предпродажу как раз 50 миллионов, обратите внимание, что партнерами являются тут и Gpay, Google Pay, и, соответственно, Apple-овская, Apple-овская платежная система, и SEPA, так, и Visa, и MasterCard, и Swift, короче, все, что там планируется, планируется внутри приложения, добро пожаловать в Flip.me, банковское дело и криптовалюта доступны каждому, да, то есть, вот, примерно так это все будет выглядеть, и какие будут функции, слушайте, оно, удобно они сделали, что вот так вот раз, и при желании можно, Google-переводчиком сразу перевести, там, перевод денег, получение зарплаты, то есть, на это приложение даже зарплату можно получать, мгновенные выплаты, кэшбэки, физические виртуальные карты, это вот, я не знаю, что имеется в виду, F, быстрый, что быстрый, SEPA, доставка по всему миру, кошельки, обмен, бумажные валюты соответствуют, сейчас я включу снова English, потому что перевод все-таки не всегда адекватный, сейчас я, compliant, 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 это имеется в виду, а, ну, то есть, соответствует требованиям, да, fiat currencies, это фиатные валюты, exchange обмен, wallets, кошельки, worldwide shipping, так, SEPA, SWIFT, ясно, так, хорошо, сейчас снова включаю, включаю перевод, смотрим дальше, 8 миллиардов человек, в конечном итоге придется использовать криптовалюту, вот, как говорится, хочешь, не хочешь, а придется, да, не хочешь, научишь, научим, не можешь, заставим, или наоборот, так, 70% населения не знают, как купить криптовалюту, у 38% есть проблемы с их банком, блокирующим криптовалюту, так, пример предварительного распределения, продажа, ну, тут немножко у них коряво буквы наехали друг на друга, ну, ладно, я думаю, основная идея понятна, здесь, соответственно, как раз показано вот это распределение, в каком соотношении все распределяется, там 50% идет на флипме, 10, 10 и 30% на операционные расходы, так, и вот здесь смотрим, доля дохода 1 и 2, это потоки дохода, комиссия за обмен криптовалют и фиатных валют, окей, комиссия за покупку карты, комиссия за онлайн транзакции и пост транзакции, ежемесячная абонентская плата, получите до 8-кратных выплат с помощью платежных хабов NFT, да, и вот здесь как раз расписано, по аналогии с приложением Lot Today, расписаны именно все вот эти платежи, окей, суперредкий платежный хаб NFT, вот они, замок мечты, райский остров, замечательно, купите первым, получите более высокие ежедневные награды, вот, доступно всего 6 этапов предпродажи, вот они, 6 этапов здесь расписаны, то есть, получается, в следующий понедельник начинается этап номер 1, так, ну, это вот мы уже посмотрели на слайдах, да, что именно первые 3 этапа, они будут самые выгодные, так, 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 ну, тут идут вопросы-ответы, встаньте в список ожидания, будьте готовы 25 сентября, вот они, карточки красивенькие, тут такие симпатичные, так, ну, вот, собственно, ребята, такой, такие, такой обзор, сейчас я посмотрю, какие у вас вопросы появились, так, сейчас, а вот Женя написал, пост-транзакции, это платежная операция, которая проходит через точку продажи, пост-терминал, когда клиент проходит картой через пост-терминал, данные карты передаются на обработку банка, а, ну, короче, это вот и есть эти пост-терминалы, которые мы прикладываем, да, когда в магазине делаем покупку, и, собственно, в этот момент происходит покупка, да, после успешной аутентификации, и подтверждение средства снимаются с счета клиента, и зачисляются на счет мерчантов, понятно, спасибо за дополнительную информацию, ну, что, ребята, какие-то вопросы, может быть, есть, задавайте, Игорь Ерошкин, давай, всем еще раз доброй ночи, просто наклевывается такое, конечно, рассуждение, если они дают такую возможность, да, то есть, допустим, я храню у себя на Flip.me, ну, там, Cardano, там, ULX, Bitcoin, неважно, и также у меня фиатные деньги там хранятся, получается, если вдруг я на свой, на свой фиат, хочу приобрести, допустим, докупить ULX, то есть, мне не надо сейчас идти, как вот до этого, на биржу, допустим, на Bissange, там, BitMart, Tokix, где докупаю я, отправляю на свой трон, да, и чтобы закупить, допустим, что-то на Mavi, да, вот как Staking Hub, Game Hub и прочее, то есть, это получается вот так, да, примерно будет работать, я правильно понимаю? Ну, есть какие-то догадки? Не, ну, логика подсказывает, что примерно так и должно быть, поскольку ULTRON, извините, собственно, это ключевой партнер Mavi, да, понятное дело, что Mavi ровно заинтересован, чтобы ULTRON там был в этом приложении, да, так что, ну, уж как минимум. Вы представляете тогда, вы представляете тогда, какой смысл в остальных бирж, где вот как раз занимаются обменом валют, то есть, они потеряют всякий смысл, ну, то есть, по сути, это классно? Не, ну, не скажи, потому что, видишь, в общем-то, наш рынок построен на конкуренции, да, вон, биржа Binance является там, биржей номер один по товарооборотам, но при этом почему-то существует там десятки, если не сотни других бирж, да, то есть, почему-то другие биржи не вымерли, потому что биржа Binance – это централизованная биржа, а многим не нравится централизация, они предпочитают децентрализованную биржу. понятно, потому что люди попадают под блокировки, и какая же она, то есть, безопасной площадкой не может быть, потому что, если у меня что-то в голове государство, кто-то что-то не поделил, и мы попадаем под санкции, и нас там морозят, блокируют, это, ну, тоже не является, как бы, моей активой в безопасности. Нет, а вот, касаемо, вот, имеется в виду, то, что у Binance нет такой, момента ключа вот так работает с фиатными деньгами, а у нас это есть, и то есть, получается, мы, если у нас все так запускается, ну, мы на голову выше их становимся. Ну, дело в том, что, видишь, банковские приложения, все, что связано с банками, с фиатными деньгами, оно, конечно, подчиняется именно банковскому законодательству, а крипта, крипта, в каких-то странах она вообще не урегулирована, да, то есть, крипта, естественно, это новая тема, и каким образом они умудрились вот это все в одном флаконе сделать, ну, для меня самого большой вопрос, потому что тут, если банки более-менее урегулированы законодательно, потому что они существуют, там, некоторые банки сотни лет уже, да, а крипта это вообще новая тема, там, 14 лет на рынке, да, биткоин, вот, но, с другой стороны, наверное, раз запускается целое приложение, да еще и с картами, наверное, им как-то удалось это решить, потому что, ну, естественно, смотрите, есть же известный принцип, если не можешь предотвратить революцию, надо ее возглавить, то есть, если даже финансовые власти видят, что, что действительно крипта набирает обороты, что рынок крипты сейчас 1 триллион долларов, это уже серьезные деньги, если, извините, там, 10 лет назад, это так, игрушки были, и, наверное, банк, эти финансовые власти, просто не воспринимали крипту всерьез, ну, подумаешь, там, ребятки играются, вон, как в этих компьютерных играх, виртуальных, там, есть всякие игровое золото, какие-то артефакты, ну, ребятам хочется поиграться, ну, пусть играют, вот, власти расценивали крипту, как такие же фантики, но, извините, уже, если они видят, что тенденция набирает обороты, что уже 1 триллион долларов вращается в крипте, и эта тенденция будет только усиливаться, как мы в презентации видели, да, что прогнозы показывают, что в ближайшие 5 лет количество пользователей вырастет в крипты в 15 раз и достигнет 5 миллиардов человек, да, то, конечно, сейчас во многих странах уже начинает, идет процесс легализации, и в России, кстати, принят закон о цифровых активах, по-моему, в 21, что ли, году его приняли, вот, так что, как мы и говорим, то есть, это не значит, что фиатные деньги куда-то исчезнут, нет, они остаются, останутся государственные деньги, но параллельно с фиатными деньгами будут развиваться и криптовалюты, и как раз приложение FlipMe, оно, можно сказать, идеально для этого подходит, потому что у него и фиатные деньги, и крипта будет. Это да, но что касаемо России, по-моему, еще даже месяц назад, уже крипторубль, заявили, что его будут постепенно сейчас вводить. Да, только ты путаешь цифровое, рубль, он не является криптовалютой, это цифровой рубль, да, у него там будут свои особенности, но это все-таки не крипта. Тогда я просто на ошибочный пост нарвался. И хотел вот еще, кстати, если мы говорим, то, что, да, вот мир идет в цифровой век, получается, я нарвался на пост, то, что уже в Техасе, и, получается, еще в каких-то штатах детям уже преподают, и как пользоваться, имеется в виду, вот как пользоваться вообще какими-то площадками по крипте, ну, чтобы они, у них цель такая, как они говорят, типа, это эти дети в будущем, короче, принесут очень огромные деньги, как говорится, ну, в страну поток повысит. Короче, детей уже обучают, как пользоваться площадками, как вот Гинанс и прочее, Это здорово, это здорово, потому что, опять же, видите, ребят, мы о чем постоянно говорим, что, к сожалению, огромные проблемы в этом мире, они возникли, извините, даже в книгах Роберт Киосаки, о чем пишет, что финансовые власти, вот вся текущая, это дурацкая экономическая ситуация, ее кто организовал? Так финансовые власти, мировые, извините, когда до 71-го года существовал золотой стандарт, то есть доллар действительно был обеспечен золотом, а в 71-м году президент Никсон отменил золотой стандарт, так извините, это жульничество, потому что, когда создавалась Бреттон-Вудская система в 1944 году, американцы эту систему пропихнули под предлогом, что наш доллар это надежная валюта, обеспеченная золотом, прошло 30 лет, и они с удовольствием этот золотой стандарт отменяют, и таким образом получают право выпускать ничем не обеспеченные фантики, и все, то есть это мошенничество, чистые воды, и вот, по сути, сейчас весь мир расхлебывает последствия, потому что, как я уже говорил, статистика есть, что за 3 ковидных года американские эти ФРС, Федеральная резервная система, выпустила в оборот денег больше, чем за предыдущие 200 лет, думайте, за 3 года денег больше, чем за предыдущие 200 лет, конечно, это приводит к инфляции, к росту цен, и так далее, и так далее, вот, и, а криптовалюты, это именно децентрализация, когда, по сути, даже фирма, даже группа людей, может сейчас выпустить свою крипту, и если, ну, если эта крипта будет обладать достаточным набором качеств, каких-то преимуществ, как мы говорим про ультрон, она будет набирать стоимость, вот это и есть, это и есть, как говорится, ценность, допустим, даже биткоин возьмем, то есть, в алгоритме биткоина заложено, что за всю историю биткоинов будет добыто, 21 миллион штук, и все, и не больше, то есть, как бы не хотелось кому-то еще увеличить число биткоинов, вот наступит момент, когда будет добыт последний биткоин, и все, ребята, как говорится, уже даже, ну, никакое майнинговое оборудование не поможет, потому что все биткоины существующие будут добыты, возможные, и останется только купить у кого-то, у кого же есть биткоины, а, сами понимаете, когда какой-то товар является дефицитным, на всех не хватает, за него готовы очень хорошо платить, вспомните Советский Союз, кто застал, когда за дефицитный товар люди были готовы переплачивать там и в 2, и в 3 раза, вот так, на пороге, когда перепишется история, когда мы шагнем в цифровой век, да, да, конечно, и давно пора, ребята, давно пора, потому что, повторю, по сути, та финансовая система, которая существует, она паразитическая, потому что горстка людей, она для всех людей прописала правила, что надо вот жить вот так вот, извините, это я приводил пример, это, представьте, у вас, у вас в вашем доме, в соседней квартире, живет человек, у него стоит дома принтер, он на нем печатает деньги, живет на широкую ногу, кутит, и причем абсолютно легально, никто за это его не преследует, потому что вот ему, государство, дало такое право, то есть фактически, американцы поставили себя именно в такое положение, что федеральная резервная система из воздуха просто делает, выпускает деньги, и, извините, решает всякие проблемы, а другие страны, извините, за эти фантики должны расплачиваться какими-то реальными ресурсами, это и есть паразитизм, чистой воды, то есть, если у вас сосед печатает просто деньги на принтере, а вы должны, извините, за эти деньги работать, зарабатывать, какие-то там блага производить, а ему ничего производить не надо, поэтому, как говорят, а вот смотрите, как они хорошо живут, так, конечно, если у тебя дома стоит принтер для печати денег, ты будешь жить какое-то время, но все хорошее когда-нибудь заканчивается, да, даже Роберт Киосаки об этом пишет в своих книгах, да, что, к сожалению, нашим государством и нашими там финансами руководят люди, которые ничего не понимают в финансах, и это, извините, Киосаки еще много лет назад писал, и все вот эти череда кризисов один за другим, она просто лишний раз доказывает, что действительно, казалось бы, сколько профессоров экономики в мире существует, сколько академиков, есть люди, которые получили Нобелевские премии по экономике, да, казалось бы, количество проблем экономических там должно с каждым годом уменьшаться, правда, если люди все умнеют, умнеют, еще искусственный интеллект существует, а этого не происходит, вот, и мы видим, что вместо того, чтобы проблемы решались, они только усугубляются, прямо на наши глаза, так что вот, и как раз система блокчейн, она действительно способна, ну, если не все проблемы решить, то многие, и, кстати, многие компании уже начинают блокчейн, внедрять, цифровой рубль, смотри, насколько я, если я правильно понимаю, он сам по себе криптовалютой не является, но он, по сути, его фишка в чем? В том, что цифровой рубль, он как бы будет именным, ну, как, то есть именным имеется в виду, что, например, когда у вас в банковском приложении сейчас рубли, то есть вы, там, у вас есть там 10 тысяч рублей, вы можете на еду потратить, не знаю, там, телефон себе купить, там, на коммунальные услуги, без разницы, а цифровой рубль будет обладать таким свойством, что он может быть целевым, то есть, и, если я правильно помню, его будет выпускать непосредственно Центробанк, и он может быть целевым, то есть у него заложено, что вот этот конкретный, там, допустим, вам перечислить 10 тысяч цифровых рублей, и, и там конкретно прописано, что вы можете потратить его только на коммунальные услуги, допустим, если человек попробует этими цифровыми рублями оплатить, допустим, телефон, смартфон себе купить, не получится, то есть, если там заложено, что на коммунальные услуги, только коммунальные услуги, то есть, это позволит как раз избежать, ну, каких-то коррупционных моментов, что типа деньги выделились на одно, а их там потратили на хорошую жизнь какого-то чиновника, да, то есть, опять же, для снижения коррупции, ну, хотя я встречал критику, что есть и подводные камни, наверное, они везде есть, ну, как говорится, жизнь уже покажет, вот, что, что и как из этого будет, во всяком случае, смотрите, плюс, какой я в этом вижу, что финансовые власти, государств, они начинают смотреть на крипту, и какие-то моменты и скрипты, они берут для себя полезные, да, вот, например, целевое расходование и так далее, и так далее, вот, так, ну, что, друзья, какие-то, может быть, еще мысли, комментарии по поводу FlipMe, что скажете, вопросы? Вот, наверное, вопрос, но я просто не услышал, может, еще прослушал где-то момент, там же не указывается, да, вот, допустим, по LUTODAY, понятно, 30 октября, они там вроде как начинают какие-то делать выплаты, ну, то есть, начинают продавать тикеты, и должны будут начать поступать до выплаты, а тут конкретно не говорится, да, когда начнутся выплаты? Да, пока никакой конкретной информации мы не услышали, более того, тоже, если вы презентацию прослушаете, там, по поводу стоимости карт, тоже, ну, пока конкретики не дали, вот, то есть, сколько, сколько каждая карта будет стоить, какие там будут, я так понимаю, какие-то будут абонентские платы за эти карты, ну, видимо, там, по-моему, Михаил проженится, он сказал, что мы эту дополнительную информацию дадим, ну, как говорится, в нужное время, on time, вот, пока вот так, но, хорошая новость, друзья, в том, что, повторю, те, кто, например, не успел приобрести гейминг-хабы на ранних этапах и покупал уже на более поздних, у вас есть отличная возможность взять себе пейминг-хабы на ранних этапах, именно на самом первом этапе, где вы получите на 100% больше вот этих самых баллов распределения, то есть, фактически вы, что это значит, это значит, что вы за те же деньги получаете, как бы, прав программного обеспечения на 100% больше, заплатили 5000, а программного обеспечения получили на 10, тысяч, и доход будете получать на 10 тысяч, вот, так что, естественно, это поинтереснее будет. Ну, в общем, как-то так, друзья, как говорится, линейка, линейка продуктов продолжает расширяться, это не может не радовать множественные источники пассивного дохода. Это знаете, друзья, как в супермаркет, когда приходишь, и когда от обилия товаров глаза разбегаются, вот сейчас похожая ситуация, что человек, который только сейчас знакомится с Мави, он думает, вот есть у меня определенная сумма денег, даже не знает, что брать, то ли стейкинг-хабы надо брать, потому что ультроны растут в цене, то ли гейминг-хабы взять, то ли пейминг-хабы сейчас. Ну, насколько я понимаю, пейминг-хабы, конечно, сейчас выглядят поинтереснее, потому что как раз первый этап будет самым вкусным. С другой стороны, гейминг-хабы уже скоро, через 40 дней, начнут прибыль давать, да, потому что именно Lotto Day запускается 30 октября, осталось, в общем-то, всего тут месяц и там 10 дней примерно. Вот, то есть, как бы уже вложенные деньги начнут приносить прибыль. Так, Игорь написал, спасибо за вебинар, приятно вести с вами диалоги, как принимать от вас информацию. Да, Игорь, на здоровье, для этого и устраиваем созвоны, как говорится, обсуждаем в формате живого общения, да, следующий созвон, как говорится, плановый созвон завтра утром в 9 часов, так что не будем сегодня долго задерживаться, если вам приснятся payment hub и какие-то вопросы, вы их там запишите, утром сможете задать. Так, ну что, друзья, все, спокойной ночи, отключаемся. Все, все. Спасибо.